В Новоспасской районной больнице первых пациентов начали принимать в 1978 году. Сегодня здесь работают 47 врачей, среди них травматолог-ортопед Владимир Алексеевич Балакин. Именно он герой нашего сегодняшнего выпуска. Мы продолжаем цикл передачи «Те, кто спасает жизни» о специалистах медицинских учреждений Ульяновской области, об уникальном оборудовании, которое используется в клиниках региона. О передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным. Все это в спецпроекте «Спасая жизни». Субтитры создавал DimaTorzok Владимир Балакин родился в 1949 году в Новоспасском районе. В 1973-м окончил Куйбышевский медицинский институт и вернулся на малую родину, где служению земской медицине отдает последние 40 лет. Владимир Алексеевич, расскажите, пожалуйста, как вы вступили на путь врача? Ну, в медицинский институт я поступил по совету своей двоюродной тети. Она в то время работала тоже врачом. Она мне посоветовала идти учиться на врача, и именно на врача-хирурга. В больнице была оборачивающего типа, деревянные здания. Поликлиника была тоже. В поликлинике было всего-навсего 7 или 8 кабинетов, где-то вот так вот. Но уже она, вот в 1971-й год, первые камешки, в прямом смысле слова, фундамент был заложен и уже начиналось отстроиться. Вот. И когда я в 77-м году приехал, больница уже построена была. В 1991-м году нашему герою поступило предложение переехать в областной центр, что означало навсегда оставить родной дом и больницу. Владимир Алексеевич, не задумываясь, дал категоричный ответ. Я понял, что я живу и работаю дома. Вот есть такое понятие. Не только там пафос какой-то, малая родина. Нет. Ну вот здесь я уже. Я уже здесь. В то время уже прошло 14 лет. И как-то я понял, что вот она больница, вот коллектив. Нормальный коллектив. Работы хватает, работы много. И не поехал я в Ульяновск. И я понял, что я психологический, я сельский житель. И вот когда попадаю в Ульяновск, там какая-то конференция там по сёду, думаю, господи, как люди в городе живут. Вот такой вот я вот человек сельский. С 2012 года врач-терматолог-ортопед перестал оперировать. На то были свои причины. Но лечить продолжил, только уже в пределах кабинета поликлиники. Здесь Владимир Алексеевич проводит консультации, обрабатывает раны, вправляет вывихи не только взрослым, но и детям. Больные разные. И у нас бывают очень занозистые такие, которому где-то там что-то лишнее слова нельзя сказать. И в то же время встречаются нормальные люди. И в то же время нередко, когда, так образно вражать, встречаются пофигисты. Наверное, так везде у нас по всей стране. Всякие люди. С кем-то легко и просто. Кому-то приходится очень долго объяснять. Кто-то не доверяет. Тысяча пациентов, несчетное количество консультаций и операций. Какие-то из них были рядовые, а некоторые требовали особого внимания. В 2006 году в руки к Владимиру Алексеевичу попал пациент с серьезной черепно-мозговой травмой. Я подсчитал, мне пришлось примерно сделать 300 трепанаций. Это очень много. 300 трепанаций. Вот так вот за время работы. Конечно, это очень тяжелые дела. Тяжелый человек мозговый. Кто-то выживал, кто-то... Но вот этот интересный случай был такой. Больной, он в дороже Тарасского происшествия получил открытые, вдавленные, многоскольчатые. Сейчас покажу вам себе вот в этом месте. Перелом черепа, ушиб головного мозга, собаклоданное кровоизлияние. Он поступил без сознания, в мозговой коме. Его сделали трепанацию. Дефект получился где-то сантиметров около 6. Дефект лобной и теменной кости. Ну, потом хорошая реанимация. Слава Богу, все обошлось. Когда страдают лобные доли, то у человека страдает интеллект. Бог миловал, у него все восстановилось. Сергею Шумкину сегодня 34 года. До страшной аварии он учился в Чувашском государственном педагогическом университете. Всерьез увлекался лыжными гонками и палеотлоном. После выпуска планировал с головой кунуться в спорт. Но жизнь внесла свои коррективы. После операции о профессиональной карьере спортсмена пришлось забыть. Но полностью увлечения он так и не забросил. Сейчас мужчина играет в любительской сборной по хоккею. А главное, ни о чем не жалеет. Честно, как сказать, единственное, я никогда не задаю себе то, что... А если бы так было, да, ну, все, что делается, все, наверное, к лучшему, тоже можно так сказать, да. Ну, каких-то кардинальных, ну, мероприятий там в жизни моей такого не произошло, что мне что-то можно, что-то нельзя делать. В принципе, я живу обычной своей жизнью. Что до, что после. Я, по большому счету, никакой вот этой нет у меня разграниченности. Сергей знал своего лечащего врача и до того, как попал к нему на операционный стол. Как хорошего человека и как профессионала своего дела. Владимир Алексеевич он смело называет своим вторым отцом. Ну, человек своего дела. То есть этот человек на своем месте. Он спас, наверное, очень много людей. И все эти люди сто процентов ему благодарны, как и я. Как в определенный момент, вот если еще взять, да, так скажем, до аварии у меня был один отец. После аварии у меня фактически их стало два. Потому что, как ни крути, именно, вот есть такое понятие, золотой там час. Вот именно Владимир Алексеевич как раз, если бы он не провел эту операцию, хотя он травматологом сделал трепанацию черепа, если бы он не сделал, скорее всего, я бы с вами не разговаривал. Вот и все. Поэтому я ему, конечно, безмерно благодарен. Сергей оказался прав. В больнице мы встретили еще одного благодарного пациента. В 1993 году Владимир Балакин не дал оказаться в инвалидном кресле тогда 26-летнему Николаю Башмакову. В больницу его привезли с двумя переломанными ногами. Он меня сразу увидел, дал моральную поддержку. Я своей супруге говорю. Врач говорит, что я буду ходить и бегать. Пришлось мне обе ноги сделать операцию. Владимир Алексеевич поставил мне аппарат Елизаровым. У меня перелом тяжелый, смешением. Он выставил так, чтобы как будто у меня незаметно. Вот сегодняшний день, сколько лет прошло, обычно люди хромают, ноги болят, суставы. Ну, такой проблемы нет. После этого лечения даже я поступил в госслужбу. Врач, как человек, дано с Богом, или как в народе говорят у нас. Я говорю, умеет человека поддержать и морально, и как специалист он, как специалист. Я говорю, повезло нам, что у нас есть такой товарищ врач. Субтитры подогнал «Симон»!